Добрый день, дорогие друзья! С вами Мария Карпинская, студия Новое Планетарное Телевидение, Южная Индия. И сегодня я немножко мне тут Саша прислала ваши вопросы, некоторые письма разных людей, в которых они вот задают определенные вопросы, не могут очень многое мучить, не могут понять. Особенно вот многие посмотрели Бог-богу Махадев, Девонки-дев, Пураны, да? И вот задают вопрос, ну как же так? Вот родился Джаланхар от гнева Шивы, и он его там куда-то сдает, этого туда поселяет, дочку к змеям. Зачем он это делает? Почему он так поступает? Ну, вы знаете, так как Шива – это все видящие, все знающие, прошедшие пути человека и Бога, и Творец всего, и, ну как объяснить? Он Творец нашей души, а не тела. Надо это понимать. Вот многие говорят, ну как же так вот, что ему по барабану бросил все, и все. Нет. Просто еще раз, тела и вот это размножение, это же все придумал Брама. Брама смертная, надо это понимать. И он это придумал людей как химер, потому что он что-то с чем-то поскрещивал там, и его потомки, так скажем. И вот произошло тело человека. Шива в это время был в медитации, извините, в центре земли, или где-то там далеко очень, вдали. И когда он вернулся, он плакал, он рвал волосы у себя на голове за то, что этот такой натворил, создал такой ум и такого человека. И чтобы спасти человека на протяжении всего этого времени, Шива спасает человека. Ну, то есть он спасает вот это создание, которое наше физическое тело. И поэтому он физические тела вселяет души, вселяет свою частицу. Представьте, что я бы отрезала от себя кусочки и отдала вам. Резала бы себя на кусочки, ослабевая сама и отдавая вам. И да, то есть это жертва, это великая жертва. То есть он на самом деле пожертвовал собой, отдавая себя лично, внутренне себя, и помещая намеренно в физическое тело свою душу и свою мечту о том человеке, которого он задумал. И поэтому идет такая бесконечная борьба за человека, за его душу. Потому что, естественно, вы же понимаете, что Брама сразу узнала его наследничке, что сделал Шива. Ну, как тут не узнать, там же все все узнают. И началась дикая борьба. Потому что все же хотят овладеть энергией Парвати и Шивы. И вечно скинуть его с Кайлаша, где он находится, с его, так скажем, места. И чтобы захватить это все, захватить энергию Шивы, энергию Матери Природы. Почему все это происходит? Ну, потому что они видят вот эту всю драгоценность, которую обладает Шива. Они видят, чем обладает Парвати и, естественно, хотят завладеть этим. Почему Шива отдает своих детей на воспитание в разные миры? То в мир змей, то в мир демонов. Ну, во-первых, это рожденное от гнева, допустим, то, что себя Бог, как его Дев, всех Девов, как же его там звали, забыла. Ну, неважно, очень даже такой, не очень хороший товарищ, повел себя так плохо, что Шива на него разгневался. Любая реакция Шивы, любое его движение, оно вызывает уже что-то. Что-то зарождается в мире. И это как бы получается, что это зарождение того вот Дева, Бога Богов, который борется за свое кресло, извините, я его просто забыла. Чтобы держать всех Девов в своем подчинении и быть во главе всего. Вот. И, естественно, раз Шива среагировал на него, то сразу появился, так скажем, ребенок, сущность, которая родилась не от Шивы, а от соединения Шивы, который прогневался, и того Бога, ну, как это сказать, Дева у всех, и, как же его, Индры, вот Индра, да. Естественно, не может такой ребенок жить в том чистом месте, потому что в том месте, где живет Шива, Парвати и все, что его окружает, окружает, это определенное место, которое может быть кому-то вредным. И не всегда нужно, вот знаете, когда в 16 лет отец мне сказал, уезжай из дома, иди поступай в институт, я очень переживала. Я не хотела, потому что я понимала, что отец, вот, ну, я уезжаю, и так и случилось, что он умер-то, и я его практически видела еще несколько раз, и только на похоронах. И мне было очень больно расставаться с отцом, потому что он был единственным человеком во всем мире, с которым у меня была духовная близость. Но он меня отправил, потому что рядом находилась мать, которая на меня могла дурно повлиять, и он как бы отправил, и весь удар взял на себя. Он умер, я осталась жить. Понимаете, вот, когда ты понимаешь жертву, вот Шива это тоже великая жертва, величайшая. И если он это делает, значит, хотя Парбати там, допустим, не хотела, чтобы какие-то дети ее уходили всем, или к тем, или к тем на воспитание. Но она вот чисто по-матерински, и у нее все-таки земные воплощения, она стала земной такой, ближе к земной женщине, земная. А Шива-то он нерожденный. И поэтому он лучше понимает и видит, что нельзя вносить в ту среду, в которой он находится, вот, того или иного своего сына или, там, дочь, потому что тогда случится очень все плохо. Разрушатся какие-то связи неправильно, гармония разрушится. И Шива не успеет или не сможет, так, извините, осуществить свою главную миссию. И его главная миссия – это мечта о человеке. Там еще рассказывают, что был такой мальчик, да, которого он погладил по голове, сказал, что его дядя, и потом исчез. И больше не появлялся, и только в старости он его, типа, не узнал. Вы знаете, что? Дело в том, что ведь Шива, он же творец не только на земле, он вообще всеми заведует. И он должен везде еще сидеть и наблюдать за всеми процессами, которые происходят. Вот, и, конечно, появившись у этого мальчика, я оставил память о себе. Ну, вот, как, допустим, для меня тоже Шива, да, Бог богов творец. Ведь я его видела за все время, вот, когда мне было очень плохо, он явился, просто молча подошел, обнял, и у меня прошла все болезни наведенные. И все, стой по… или там он мне послание послал, и все. И вот уже много лет ничего от него нет. И тоже были такие эгоистичные мысли, а почему это он мне больше ни чекак не отвечает, а где это он находится, почему? А потом мне пришло в голову, что, боже мой, ну, у него уже, у него столько дел. Он освобождался, вот, его дух освобождался из-под о льду в Арктике, потому что его там заковали. Если его заковали, он, конечно же, позволил это сделать. Да, вы должны понимать одну вещь. Творец, который нас задумал, все, что он делает, он делает наилучшим образом, потому что он и прост, и наивен, он и прекрасен, он и чист. И любое его действие, оно правильное. И ведь на самом деле в процессе фильма там же идут подсказки все время, если смотреть его, что в конце концов, там, допустим, кто-то считает, что Шива не прав, а потом, когда уже происходит развязка через много лет, оказывается, что Шива прав всегда. Он всегда прав, потому что он знает замысел, он сам создавал этот замысел. Он позволил, чтобы Брама вот так все сделал. Он же мог уничтожить Браму, но он оставил его, потому что это все идут определенные исправления в мире. И за счет таких вот там, как Шипарвати прокляла кого-то, или там еще что-то, или что-то случилось, за счет этого развивается и движется событийность, которая помогает исправлять те или иные создания. А ведь его задача развивать и исправлять и мир демонов, и мир ракшасов, и мир пешачек, и мир людей, и мир полубогов, и мир богов, ну, всех, понимаете? Он один, вот, вместе со своей матерью природой отвечает за все за это. Поэтому нужно просто попробовать понять величину жертвы Шивы. Но давайте даже возьмем только одну его жертву, почему в ней он синекорный называют. Что когда демоны и девы между собой таскали вот это вот пахтание океана, то есть ума было, да, и там вынимали всякие сокровища, в это время в процессе этого выработался вот этот Харара, да, самый страшный яд, от которого мог умереть даже Шива. И никто этот яд не мог убрать с планеты или со Вселенной. И Шива принял на себя страшную жертву. Неужели вы этого не помните, вот те, кто смотрели? Надо же понимать это все. Что Бог, который приносит себя в жертву, выпивает этот яд и порвать их, задерживает просто яд, то есть она ему помогает. И поэтому он остается живым. Надо это все понимать, что такое жертва. Вы понимаете, так как я очень много, вы эгоисты, да, если вы эгоистичны, вы не жертвовали собой ради других. И поэтому вам трудно что-то понять. Вот я, допустим, как человек, которая шла на очень большие жертвы, ну, я не буду об этом рассказывать, ради всех людей, ради определенных людей, и результат получала, наоборот, отрицательный. Я, по идее, должна бы уже все это на клочки разорвать и все такое, но я не делаю этого. И только тот человек, кто прошел вот этот жертвенный путь, понимаете, путь жертвы, он больше может понять и рассудить о таком Творце, как Бог Богу вшил. А если вы не жертвовали собой во имя чего бы то ни было, я же говорю, я шла на невероятные жертвы, я сейчас все это закрыто, уже я даже не хочу об этом говорить. Когда-то я вела дневник, я писала в этом дневнике о том, на что я готова ради того, чтобы человечество было другим. Ну, это немыслимо, сейчас я даже боюсь это перечитывать. Вот, но я была готова, и я совершала, и выбрала этот путь, и прошла такой тернистый путь, что, поверьте, я никому из вас, да, вы никто его просто пройти не может, не сможет даже, не сможет. А я его прошла. И поэтому я вам хочу сказать, что будьте, попробуйте стать на путь жертвы хотя бы мысленно. Вот, вы же ради детей своих готовы там отдать свою жизнь, пожертвовать физическим телом. Шива гораздо больше, чем это. И поэтому, когда он делает такой поступок, он поступает, это не из эгоистических целей, у него нет эго вообще, а из целей жертвы и наивысшего результата. Спасибо, с вами была Мария Карпинская, я надеюсь, что ответила на ваши вопросы. Всего вам доброго, до свидания.